Всем привет! Сентябрь, время выставки Санкт-Петербург Интернешнл Боут-шоу. И в этом сентябре она снова проходит, но в другом месте. Не в центральном яхт-клубе, как это, впрочем, и ожидалось, а в новом яхт-клубе Светлана, который находится в жилом комплексе. Поэтому здесь у нас сочетание красивых катеров и небедных домиков. Выглядит достаточно неплохо. Надо пойти посмотреть, что внутри. Пройдемся, посмотрим, что дают. Субтитры создавал DimaTorzok Все, блин, зашло. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы увеличим мощность в полтора раза, и при всем при этом можно спокойно ходить под 8 часов. Также можем переделать глиссирующий корпус и уже с более высокой скоростью ходить по рекам, озерам. Главное, наверное, ключевые плюсы, это то, что это экологично, никаких выбросов, никаких выхлопов, запахов. Это экономично, потому что километр на бензине по-разному можно считать, но в среднем 5 раз дешевле, чем километр на бензине или дизеле. Можно ходить в акваториях разных рек, озер, где запрещено использование ДВС. Это сейчас актуально, потому что все больше и больше таких появляется. Ну и бесшумно, тишина действительно поражает при той мощности, которую можно выдать. Тишина, она остается, и можно спокойно разговаривать, общаться, не напрягая, не надрывая голосовые связки. Спасибо. Ну и какие планы? Есть заказы? Да, заказы есть. У нас следующий сезон планируем глиссирующего корпуса, и в эту зиму идем однозначно с определенным набором заказов по переоснащению. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот электрокатер уходит в тестовое плавание, и мы действительно не слышим никаких звуков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в заключение выставки сюрприз и вишенка на торте. Интервью с самим Дмитрием Макаровым, руководителем этой выставки Санкт-Петербург Интернешнл Бокушоу. Дмитрий, привет. Привет. Ну, почему вы переехали? Мы переехали, наверное, по вынужденным обстоятельствам в связи со сложностями с центральным яхт-клубом. Да. Как сказалось это на выставке? Да. Ну, в принципе, сказалось это так, что выставка стала меньше. Ага. Отчасти, конечно, она стала меньше еще за счет того, что сейчас у отечественных производителей, ну, как и у импортных, все продано. Поэтому есть определенный дефицит с лодками. Да. Яхтинг и продажа лодок во всем мире переживают резкий бум. И это, видимо, и в России тоже. Да. Что говорят участники про это новое место? Ну, пока мы, скажем так, не так много собрали обратной связи, то есть многие участники готовы к тому, что здесь есть определенные ограничения, поскольку это жилой комплекс. Да. Мы обсуждали, то есть мы рассматривали вариант того, чтобы в этом году подпустить, но все участники отмели эту историю, то есть были согласны терпеть некоторые ограничения. А другая сторона тоже согласна терпеть? Другая сторона. Другая сторона это жители или администрация? Ну, в принципе, сделали все достаточно комфортно, то есть у нас соблюдаются режимы тишины, там развели потоки по парковкам и так далее, поэтому мы думаем, что недоставим их и много хлопот. Ну и для них это тоже там, для большинства людей, возможно, тоже прийти посмотреть лодки и задуматься о том, насколько они здесь живут, чтобы иметь свой катер под боком. Да. Ну все, не буду больше мучить. Удачи. Удачи. Все.